НАТО хочет возобновить сотрудничество с Москвой. Об этом на саммите в Брюсселе заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг. В частности, планирует восстановить Совет России и НАТО. На это уже отреагировал глава российского МИДа Сергей Лавров. Он заявил, что Москва готова к новым контактам и подчеркнул, что они не прерывались по инициативе России. Сергей Лавров сейчас находится с официальным визитом в Никосии. Около часа назад завершилась его пресс-конференция с кипрским коллегой. И уже через несколько минут мы ждем прямое включение со Стасом Натанзоном из Никосии. И вот к новости последнего часа. Вашингтон и Анкара заявили о том, что считают необходимым полностью закрыть границу между Турцией и Сирией. Об этом в Брюсселе на саммите НАТО заявил госсекретарь США Джон Керри. И в ближайшее время стороны говорят, они примут меры по реализации этого решения. Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Хилари Клинтон заявила, что хотела бы сотрудничать с Россией в борьбе с ИГИЛ. В интервью местному телевидению она отметила, что несмотря на разногласия, в основном интересы Москвы и Вашингтона в регионе совпадают. Клинтон также заявила, что если так называемая коалиция захочет создать над Сирией бесполетную зону, это обязательно потребует переговоров с Россией. Нам нужно отказаться от ложного выбора между тем, чтобы бороться с осадом и бороться с ДАИШ. Я думаю, можно сделать и то, и другое, прояснив ситуацию и пригласив русских к сотрудничеству. Мы можем создать бесполетную зону, в которой русские будут четко информированы. Я хочу, чтобы русские были за столом переговоров. А на саммите в Брюсселе сегодня официально НАТО пригласило Черногорию начать переговоры о вступлении в Альянс. Впрочем, это еще не означает автоматического включения Черногории в организацию. Как ожидается, все завершится через полтора-два года и только при условии, что Подгорица проведет необходимые реформы. В самой Черногории многие выступают против вступления в военный Альянс НАТО. Несколько дней в столице и в других районах проходят массовые акции протеста. Ну а приглашение в Черногории, Черногории в НАТО повлечет ответные действия. Это заявление пресс-секретаря нашего президента Дмитрия Пескова. Он сегодня отметил, что продолжающаяся экспансия НАТО на восток, цитирую, не может не приводить к ответным действиям с востока, то есть российской стороной в плане обеспечения интересов безопасности и поддержания паритета интересов. Конец цитаты. Конец.